Друзья, я приветствую всех на канале 7 Семян. С вами я, Лариса Зарубина. Сегодня у нас тема очень актуальная. Тля и клещи на огурцах. Плодоношение у нас идёт уже активное. Огурцы вот уже хорошо плодоношение вступили. Смотрите, вон висят какие красивые зеленцы. И мы уже активно собираем. Соответственно, друзья мои, не только мы любим покушать огурцы, но и вредители. Они тоже не дремлют. Такие как клещи и тля. Сейчас, конечно, уже во время сбора урожая применять химию я бы вам не рекомендовала. Даже если у вас очень сильное поражение идёт, всё-таки, друзья мои, я призываю вас отказаться от химии. Тем более, сейчас на рынке столько биологических препаратов, которые прекрасно справятся и даже в раз в пять лучше, чем химия. Я вам сегодня с ними и познакомлю. Итак, если вы обнаружили, как выглядят вообще листики, которые поражены клещом. Ну, как правило, если клещ, то листочки начинают вниз закручиваться вот так. По краю идёт, может проходить белая полосочка. Лист может быть в мелкую дырочку. Если вот вы увидели мелкую дырочку, это не солнечный ожог. Иногда даже люди говорят, пишут мне, что, возможно, мы полили или капелька водички попали, листики продырявились. Нет, друзья мои, это не листики продырявились. Это как раз вот и есть те самые коварные вредители. И, кстати, могут быть и не только ведь клещи и тля, а может быть и белокрылка, и другие вредоносные насекомые, которые не только питаются соком растения, тем самым ослабляют его, а фактически растение может погибнуть. То есть, если ничего не предпринять, растение погибнет. Но они ещё, самое главное, являются разносчиками различных заболеваний, в том числе и вирусных. Поэтому, заметили, не откладывая в долгий ящик, сражаемся в полном объёме. Итак, какие препараты помогут нам справиться и прекрасно справиться с этими вредителями? Фактически со всеми. Это препарат фитоверм. Фитоверм плюс бетоксибацилин и плюс липидоцит. Вот это гремучая смесь из биологических препаратов, у которых срок ожидания 3-4 дня. И всё, вы можете есть. И то, вы знаете, 3 дня – это уже с такой большой перестраховкой. По идее, производитель нам говорит, что даже 2 дня – это более чем достаточно. Перед употреблением просто хорошо помойте. Итак, фитоверм. Фактически от всех насекомых вредителей, которые сосущие и грызущие. Лепидоцит – убийца всех гусениц. Но и бетоксибацилин – это прекрасное дополнение, которое тоже расширяет спектр борьбы с вредителями. Поэтому не сомневайтесь. Если не нашли липидоцит, тогда можно просто 1. Фитоверм плюс бетоксибацилин. Кстати, эту смесь мы можем использовать и во всём саду. Сколько брать фитоверм? 1 мл на 1 л воды. Бетоксибацилин у нас идёт 50-80 г на 10 л воды. Значит, соответственно, на 1 л мы берём 5 или 8 г. И вот этим составом мы опрыскиваем листочки не только снаружи, но и с внутри. К ним я вам рекомендовала липосам, который прекрасно приклеится, в то же время препараты закрепит на листу и не даст им быстро, скажем, смыться дождями, особенно если у вас открытый грунт, или другими какими-то осадками, то есть при поливе вы попадаете. Но и самое главное, что вот под этим липосамом дышит растение. То есть он не создаёт глухую плёнку, которая не даст растению, то есть листу участвовать в фотосинтезе и хорошее дыхание. Поэтому липосам смело можно использовать. Биологически безопасно. Это все биопрепараты. Так, если вы, например, не хотите эти препараты, есть другая альтернатива. Здесь вообще результат наступает буквально через 5 секунд. Да, друзья мои, через 5 секунд я вам гарантирую, вы получите просто ошеломляющий эффект, вы сами не поверите своим глазам. Но это так и есть, потому что когда я их спробовала, я не поверила. Испробовала абсолютно на всех насекомых. Реагируют все одинаково. Биопрепарат. Это долматская ромашка. Концентрат. Вот, концентрат и спрей. Здесь вытяжка из этой долматской ромашки. Не синтезированная, то есть не химическим путем полученная, а именно путем отжима. То есть прямого отжима. Это вот долматская ромашка. На насекомых она действует мгновенно. Производитель пишет так. От 5 до 15 минут. Ну, 5 минут много. Буквально вы даже минуту, и за минуту вы увидите, что всё. Даже муравей у меня умер, эксперимент ставил, муравей умер буквально за 2-3 минуты. Уже совсем. Концентрат выгоднее получается в использовании. То есть здесь можно развести, есть на литр, на 5 и на 10. Разводите, можно обрабатывать без исключения весь абсолютно сад. Срока ожидания у этого препарата нет. Но производитель рекомендует нам его использовать только не по солнцу. Или рано утром, а лучше использовать вечером. Почему вечером? Для пчёл всё-таки это токсичный препарат, поэтому пчёлы вечером не летают. После, скажем так, сумерка, когда наступает закат солнца, ну вот как сейчас, можно уже обрабатывать. Пчёл нет, ничто не жужжит, уже никто не летает. Пожалуйста, для пчёлок безопасно. К утру препарат уже раскладывается, разлагается. То есть 12 часов ему достаточно, чтобы нейтрализоваться и для пчёл стать абсолютно безвредным. Так что у кого есть пчёлки, вы боитесь вечером. Обрабатывайте, и всё будет хорошо. Ещё, друзья мои, когда вы обработаете свои огуречки, пожалуйста, у меня просто вот прям дружеский к вам совет. Накройте укрытым материалом, чтобы препарат как можно дольше, будь то фитоверм плюс бетоксибацилин, липидоцит, чтобы как можно дольше препарат работал, не испарялся. Особенно если у вас жарко, и вечерние часы, например, тоже температура 20 градусов, тогда накрываем укрытым материалом и даём проработать хорошо препарату. И тогда результат будет налицо. Но ещё дополнение такое. Если очень сильное поражение, помните, что с одного раза бетоксибацилин, фитоверм и липидоцит может не справиться. На особи, которые уже ползают и едят, он, конечно, проработает хорошо. Но всё, что находится в стадии личинок или яиц, препарат может не сработать. Поэтому через 5-7 дней процедуру повторяем. То есть урожай сняли ещё раз и ещё раз пробрызгаете. И так 2-3 раза. И тогда я вам гарантирую, что у вас на ваших огурцах не будет никаких непрошенных гостей. И вы будете кушать экологически чистый, безопасный урожай. Пурбио достаточно одного обработки. Его хватает однократно и больше врагов не будет. Всё. Я надеюсь, что мой ролик вам помог. И вы теперь точно во всеоружии исправитесь со всеми вредителями. А я прощаюсь с вами. Не забывайте подписываться на канал 7 Семян и следить за выпусками новых новостей. А я прощаюсь с вами. До новых встреч.